всем рукодельный привет меня зовут Даша и вы на моем канале о вязании и в сегодняшнем видео у нас с вами будет распаковка подарка тире небольшой заказ который я делала сделаю помарочку так сказать заказывала до того как объявила пряжный карантин так сказать это моя последняя покупка была перед пряжным карантином и все это теперь вот мои последние новые моточки в этом году хотя вы скажете что такого месяц продержаться без покупок пряжи но знаете когда начинается необходимость какая-то то есть где-то не хватает одного моточка второго моточка не заказываешь же только один моточка заказываешь несколько и получается в итоге приличная такая сумма кто надо все надо и а что платить за 2 моточка доставку а куплю-ка я что-нибудь новое попробовать но все вы понимаете меня и знаете и в сегодняшнем видео я вам покажу заказ из дома пряжи тут буквально 3 моточка и покажу вам подарок от моего друга из города санкт-петербург а начнем мы с вами с того чего у нас меньше всего это именно заказа из магазина дом пряжи кстати помарочка в этом видео будет только насочная пряжа потому что ну я уже вам всем рассказывала миллион раз что насочная пряжа меня полностью покорила и теперь я ее как как будто бы коллекционирую и первое что я вам хочу показать когда я открыла посылочку эту я сегодня буквально забрала вот несколько часов назад меня встретила вот такой вот календарик и я просто в него влюблена я его повесила на свою доску где у меня висят так сказать на канцелярских скрепках образцы для моего вдохновения я повешала уже видите проткнула дырочку здесь этот календарик кстати а хотел сказать на двадцатый год нет на двадцать первый год тоже на начало есть очень мило выглядит очень милая женщина можно так ее назвать мой молодой человек даже немножко посмеялся что да похоже похоже но это все шутки конечно и вложили еще инструкцию по уходу за вязаными изделиями но это не сильно важно для меня календарик прикольные инструкции по уходу пусть будет на лишним она точно не станет а вот то что я сейчас вам покажу дальше это бактус сокс кэмл сила верблюда как они ее называют это пряжи именно от дома пряжи то есть от этого магазина как я поняла они заказывали какие-то какой-то сток это или именно производства для них самих я так сих пор не поняла эта пряжа пришла к ним без опознавательных знаков и пришло ее немного и они сами вот сделали вот такую вот милую этикетку с верблюдом что касается состава этой пряжи это у нас 40 процентов шерсть мериноса 10 процентов пух верблюда поэтому она называется кэмл 25 полиамид 25 мигра микрофибра можно сказать что это полушерсть но это будет интересный для меня опыт она достаточно такая мягкая но она подойдет как раз таки только для носков как по мне то есть я не вижу никакие плечевые изделия из нее потому что она достаточно тонкой и колкая для меня и вот такой вот прекрасный вот я скорее вам показываю этот цвет и после съемок этого видео я обязательно убегу вязать носки именно из этого цвета потому что очень хочу 7 375 метров 100 граммах и вот вы можете найти где можно эту пряжу сейчас отыскать у них еще остались какие-то остатки этой пряжи но была у них еще с люрексом я не стала ее брать цена за моточек 390 рублей насколько я помню то есть для носочной пряжи который уже более какого-то крутого сегмента не там ализе супервош не накобоха а вот на наравне с опалом я бы ее поставила хотя тут шерсти только 50 процентов но вот этот пух вербляжонка он мне кажется так как по мне он чувствуется рекомендуемые спицы 32 с половиной 3 крючок тоже 223 и я буду вязать на спицах два с половиной потому что по толщине она никак не отличается от той же drops fabl то есть по толщине они идентичны на вид но возможно попробую на троечке этот цвет назывался насколько я помню австралии его сейчас уже нету в наличии но он очень классный поэтому быстрее всех расхвата расхватали этот цвет у нас этот цвет петрольный граф но здесь наклейка другого цвета абстракция всего этого это не тот цвет я на сайте специально посмотрела это называется петрольный граф вот так вот он выглядит и мне очень нравится именно вот сочетание вот такого серого и петрольного цвета но вот этот вот желтый я не я думала что он немножко по-другому будет выглядеть но посмотрим как это будет смотреться в носочки и вот такой вот цвет вы уже поняли что мне нравится какие-то синие зеленые оттенки он как неоновый этот цвет ибица называется насколько я помню и тут короткие секции то есть если в двух этих моточках длинные секции тут у нас идут коротенькие и мне они очень нравятся то есть вот этот вот прямо на при искусственном освещении офигенно выглядит так что это у меня будущие носочки уж не знаю в какой они тысячные очереди на носки но в какой вот из этого моточка начнутся они точно в ближайшее время оставлю открыточку на фоне и дальше я вам буду показывать пряжу который мне в подарок на новый год прислал мой друг из санкт-петербурга изначально я просила его купить эту пряжу думала как то есть я перешли ему денежку он мне купит я ему дала наводку где она продается и надам наводку вам в описании под этим видео и и поверх видео я сейчас прикреплю вам адреса в санкт-петербурге где вы можете найти эту пряжу и я говорю вам о пляже навита это финская пряжа финская носочка вот тут у меня только носочная пряжа сейчас я вам выложу все моточки которые мне пришли вот и мы сейчас поподробнее рассмотрим каждый из них первый моточек который я вам хочу показать это навита 7 братьев таких моточков у меня раз два три 4 4 моточка а это 150 граммовые моточки в 150 граммах у нас с вами 300 метров 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид рекомендуемые спицы крючок четверочка это аккуратненько отклеиваю и покупалась это в магазине призма я вам оставлю как уже пообещала где это находится и это носочная пряжа но и вы по составу понимаете и она очень такая знаете прямо носочка-носочка то есть это такая прям теплая шерсть она колючая теплая и мне кажется носки из нее выйдут просто шикарные я уже наслышана об этой пряжи и почему я попросил не заказала ее из какого-то интернет-магазина попросила именно купить в призме потому что в призме она в два раза дешевле чем в других интернет-магазинах сейчас продается то есть если в интернет-магазине любом где продается навита вы встретите вот навиту 7 братьев 150 игровой моточек я не побоюсь этого слова скорее всего он там будет стоить рублей 600 а этот моточек насколько я помню стоил рублей 300 то есть ну сами понимаете разницу даже с учетом доставки вам выйдет намного дешевле это все а если вы и живете в петербурге то вообще проще простого таких у меня два моточка один моточек для себя а второй моточек чтобы связать вот этому другу который прислал мне пряжу носочки в подарок он мне вышлет свои мелкие я ему свяжу только вот единственное что она цепляет на себя всякие мелкие белые частички но так как у меня белый код вы понимаете два черных цвета и носочки эти в этом месяце будут начинаться как раз таким в подарок чтобы успеть до нового года я по крайней мере так планирую плюс у меня еще есть вот такой вот цвет это такой цвет молочный я бы его назвала даже может шампанское кстати а по номерам цвета я вам не говорю но скорее всего этого 276 а вот этот хотя нет видимо не 276 видимо 10 и 99 все то же самое бежевый возможно попробую его покрасить посмотрим что из этого выйдет но пока ничего не планирую скорее всего может и не буду его даже красить оставлю так как есть и вот такой вот еще 7 братьев новогодние такой красивой упаковочки мне прям так нравится как она выглядит такого яркого оранжевого цвета у вас на камере она прям как какой-то мандаринчик апельсинчиками на такие ощущения и ассоциации у меня возникают именно с этой пряжей также 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид даже вот здесь вот приводится расход на изделие для детей на женское изделие и на мужское изделие и спицы также четверочка очень красивый тут у меня тоже есть план на носочки с этим цветом но пока его рост его рассказывать не буду и теперь я вам расскажу про другую пряжу это также на вид там но на вид анали 100 граммовые моточки вот такие вот красивые 100 граммах 260 метров она не такая толстая как вам может показаться то есть по сравнению с 7 братьев то есть вот вы видите 7 братьев 200 метров 100 граммах анали 260 100 граммах а разница у них практически в два раза в толщине так что вот это спокойно можно садить на спицы номер три и вязать носочки эти носочки я буду вязать в подарок на новый год для папы моего молодого человека мне кажется будет вообще смотреться очень классно она ляжет такими полосками только я не знаю сделать резинку мысок и пяточку черненькую либо беленькую еще думаю об этом это же это вот процесс на эту на этот месяц будет у меня но не могла удержаться и не позволить себе вот такой вот розовый моточек взять очень классный очень красивый точно так в такие же полосы будет ложиться в полосы с крапинками я так подозреваю если я найду какие-то фотографии как это смотрится в носке то я вам прикреплю по составу все то же самое как я вам уже рассказывала спицы три с половиной но я посажу это на тройку цвет 865 я так подозреваю но она прямо учтите то что это грубая шерсть то есть если вот например сравнивать с бакту сок с кэмэл то она понежнее погладше то есть вот так вот ее если щупать она не такая колючая то есть учтите что это прямо носочки такие не для деток можно из этого вязать хотя я видела в инстаграме от навиты что и детям вяжут и взрослым вяжут и свитера какие-то но для меня это слишком жесткая пряжа получается и последний моточек который я вам хочу показать это в таком же молочном цвете как и семь братьев тоже navita nale цвет это у нас десятый да это все таки цвет если вот здесь даже тоже десятый идентичные оттенки вот настолько различаются кстати матки чтобы вы понимали ну тут и потоньше пряжи но все равно 150 граммовый от 100 граммового моточка это прям такой убийца у меня еще есть кстати небольшая такая мечта попробовать американскую пряжу в больших таких матках продается 400 граммовых почему-то мне они так привлекают я видела как вяжут из них и комбинации какие-то то есть пуловер там например шорты девушка взял и носки то есть вообще классно смотрелось но это надо по составу выбирать и приглядываться что вам больше нравится я вот так вот красиво вам выложила все моточки которые мне теперь пришли у меня носочные пряжи теперь завались сейчас просто садиться и несколько месяцев подряд вязать носочки 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 и я просто вдохновлена этим всем смотрю на это чешутся руки чешутся руки начать вот эти носочки вот эти носочки черненькие носочки которые на подарок уже чешутся руки начать чтобы успеть к новому году их закончить эта открытка будет меня мотивировать так сказать вязать больше очень забавно такое получать неожиданно и забавно поэтому это все что я вам хотела показать такие небольшие свои носочные приобретения даже не приобретения как пополнение моей хомячей норки видео вышло достаточно коротенькое как раз таки чтобы быстренько вам посмотреть вдохновиться и если вы я скажу такую популярную фразу сейчас на русскоязычном вязальном ютубе если вы не вяжете носки лучше не начинайте потому что с вами случится то же самое что случилось со мной я не могу прекратить сейчас их вязать потому что раньше я их вообще не вязала и не любила сейчас когда у меня появились эти треугольные гибкие спицы все это любовь наверное на всю жизнь я уже хочу себе и гольфы связать и такие знаете как чулки такие высокие прям гольфы домашние чтобы уютно можно было в шортах по дому ходить в холодную погоду просто идей куча было бы время и дополнительная пара рук ой научилась бы я вязать ногами было бы еще лучше так что всем большое спасибо за просмотр желаю вам творческих успехов ровных петелек с вами была я даша и всем пока пока